Здравствуйте, друзья! Вегетативная нервная система регулирует большинство процессов, происходящих в системах внутренних органов, включая электрофизиологические и гемодинамические сердечно-сосудистые реакции. Различные физические маневры могут вызывать изменения вегетативного тонуса, а многие из этих маневров ассоциированы с минимальными рисками для пациента, и их можно выполнять у постели больного. Поэтому они и были названы bad side маневры. Их проведение может преследовать как диагностические, так и терапевтические цели, а понимание механики вагусных маневров поможет вам по-новому взглянуть на физиологию в целом. И в данном видео мы хотели бы поподробнее остановиться на проведении маневра вальсальве, разобрать его фазы и клиническое применение. Данный топик вам обязательно пригодится как при решении вопросов, так и в вашей работе и учебе. Сам вальсальва описал данный маневр чуть более 300 лет назад как натуженный сильный выдох через закрытый рот и нос, полезный для быстрого изгнания гноя из среднего уха. Но в настоящее время данный маневр широко используется из-за его влияния на автономную регуляцию сердечно-сосудистой системы. Он способствует восстановлению синусового ритма у пациентов с суправентрикулярной тахикардии. Это его лечебная значимость. А также используется для диагностики шумов при аускультации сердца, возникающих при гипертрофической кардиомиопатии и паралапсиметрального клапана. Остановимся на этом далее, а для начала давайте разберем технику проведения. Основных всего две. Первая и более частая, это когда пациент находится в положении лежа на спине или полулежа и просим его, чтобы он силой выдохнул через закрытую голосовую щель после обычного нефорсированного вдоха. Грубо говоря, необходимо после спокойного вдоха натужиться, но не при помощи напряжения одних только мы с живота, а постараться сконцентрировать основное давление чуть выше, в груди. Пациенту следует поддерживать напряжение в течение 15-20 секунд, а затем ослабить его и возобновить нормальное дыхание. Есть также модифицированный маневр вальсальвы, который включает стандартную технику с последующим изменением положения лежа на спине с 15-секундным пассивным подъемом ног под углом 45 градусов для обеспечения венозного возврата. Считается, что данная модификация лучше восстанавливает синусовый ритм у пациентов с суправентрикулярной тахикардии. И тут сразу вопрос, насколько сильно стоит натуживаться? Иногда пациенту дают манометр, в который он выдыхает. Так вот давление должно быть примерно 40 мм рт. ст. Но врачи часто ориентируются на свой опыт и на физические характеристики каждого конкретного пациента, а также оценивают безопасность таких манипуляций. В проведении маневра вальсальвы выделяют 4 фазы. Первая и вторая – это активные фазы напряжения. Третья и четвертая – собственно после расслабления. Во время первой фазы происходит резкое увеличение внутригрудного давления. Кровь из легочной циркуляции, грубо говоря, продавливается в левое предсердие. Далее происходит транзиторное увеличение ударного объема левого желудочка и систолического давления. А также происходит рефлекторное снижение частоты сердечных сокращений. Эта фаза короткая, длится менее 5 секунд. Далее вторая фаза. Наоборот происходит снижение возврата крови к сердцу, ведь внутригрудное давление так и остается высоким, что создает сопротивление току крови. И ударный объем, а следовательно и сердечный выброс начинают снижаться. Тут я хочу обратить внимание на пару формул. Среднее артериальное давление. Организм пытается держать его на постоянном уровне. Рассчитывается как умножение сердечного выброса на общее периферическое сосудистое сопротивление. А сердечный выброс рассчитывается как умножение ударного объема на частоту сердечных сокращений. Вот и давайте посмотрим. Если происходит снижение ударного объема, снижается и сердечный выброс. Компенсаторно увеличивается частота сердечных сокращений для возвращения к нормальному сердечному выбросу. Отсюда и тахикардия во время второй фазы вальсальва. Но такой компенсации не хватает, поэтому для поддержания среднего артериального давления нужно увеличить ОПСС. Происходит периферическая вазоконстрикция, что мы и видим на графике. Давление немного повышается, но все равно не достигает величин, которые были у пациента до маневра. Третья фаза – расслабление. Снижение внутригрудного давления позволяет снять напряжение с приносящих вен и выносящих артерий, увеличить объем легочного кровеносного русла. Кровь перераспределяется, и мы видим небольшое падение систолического давления. Но пути для адекватной преднагрузки восстановлены, и во время четвертой фазы сердечный выброс восстанавливается, и гемодинамические показатели возвращаются к первоначальным значениям. Активация множества вегетативных сигналов, особенно парасимпатических вагальных, обуславливает применение маневра вальсальвы как симптоматического лечебного маневра у пациентов с приступами суправентрикулярной тахикардии. А вот снижение преднагрузки на сердце и как следствие уменьшения объема левого желудочка в течение второй фазы можно использовать для диагностики гипертрофической кардиомиопатии и метрального пролапса. При кардиомиопатии снижение объема левого желудочка ведет к более сильной обструкции выносящего тракта сердца и акцентированию шума у левого края грудины. А при метральном пролапсе снижение объема левого желудочка ведет к тому, что створки метрального клапана заходят друг на друга, и амплитуда их пролабирования в полость левого предсердия заметно увеличивается, что ведет к более слышимой аускультативной картине. Помимо маневра вальсальвы, есть еще множество интересных маневров, таких как рефлекс Данини Ашнера, массаж каротидного синуса, позиция Транделенбурга и многие другие. Советуем разобраться в них, и это очень интересно. Ну а на этом все. Надеюсь, что данное видео было для вас полезным. И чтобы не пропустить следующие хайлт-разборы, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях. До свидания.